Подготовку к новому учебному году в детских, дошкольных и школьных учреждениях проверили депутаты районного совета. Они проинспектировали выполнение целого ряда программ, среди них доступная среда, безопасный город, благоустройство и других. Так, во втором корпусе детского сада номер 59 «Золотая рыбка» расширены дверные проемы, оборудован пандус с поручнями. Проведен ремонт санузлов. В детском саду номер 63 «Лучик» существенно улучшен вход в здание. Выполнен комплекс работ по противопожарной безопасности, завершен ремонт потолка в музыкальном зале. Перед зданием и вокруг школы номер 10 уложено асфальтовое покрытие. Выполнена реконструкция холодного водоснабжения. Сделано многое другое. В плане на этот год комитета по образованию районной администрации прописаны ремонтные работы во всех учреждениях. И таких адресов в документе более 90. Во всех учреждениях образования в этом году были запланированы работы по ремонту и замене инженерных сетей, большое количество отделочных работ, переоборудование групп по выполнению программ президента и губернатора, выполнение программ по энергосбережению, по энергоэффективности, выполнение программ по созданию доступности для различных категорий граждан, работы по ремонту кровель, работы по замене сантехники, электрики. По итогам проведенного объезда председатель Совета депутатов Щелковского района, секретарь полицовета местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева отметила, что депутаты в целом удовлетворены качеством проведенных работ. Мы посмотрели детские садики, мы посмотрели школы. В детских садиках нас порадовало то, что проводится в жизнь то, о чем говорит наш президент, о чем говорит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, что нам нужно открывать ясельные группы. Вот мы посмотрели два детских сада, в которых были проведены ремонтные работы в тех помещениях, которые возможно было переоборудовать под ясельные группы. Это значит, что пусть там 20, пусть 40 человек в этих детских садах, малышей пойдет уже в ясельки в этом году. Это очень хорошо. Депутаты во время объезда школ и детских садов знакомились и с тем, как удается в этом году исполнять наказы избирателей. Не решили бы мы проблемы с асфальтом, не решили бы мы проблемы с нашей доступной средой, с другими огромными задачами, которые стояли, и мы ставим перед собой без грамотной власти. Власть, которая у нас сегодня есть на уровне муниципального района, власть, которая есть сегодня на уровне области, эта власть позволяет нам решать эти задачи. Конечно же, мы эту власть поддерживаем. И, конечно же, если нас спросят, вы за Андрея Юрьевича Воробьева, конечно же, я, например, лично отвечу «да». В целом, на подготовку образовательных учреждений Щелковского района к новому учебному году из бюджетов Московской области и нашего муниципалитета, а также из внебюджетных источников, будет затрачено в текущем году 202 миллиона рублей. Андрей Циханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!